Сказка «Два мороза» Отчего не позабавиться, братец Мороз, красный нос. Бежим-ка на проезжую дорогу, а вось кого и встретим. Побежали оба мороза, бегут с ноги на ногу, попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Слышат они с одной стороны колокольчики, а с другой бубенчики. С колокольчиком богатый купец в город ехал, а с бубенчиком бедный крестьянин влез по дрова. Мороз, красный нос, и говорит брату, ты за купцом беги, на нем шуба медвежья, мне с ним не сладит. А у крестьянина полушубок рваный, я его живо заморожу. Будь по-твоему, согласился Мороз синий нос. Свистнули, щелкнули и побежали. Младший думал, что перехитрил старшего, погнался за крестьянином в рваной одежде. Да не так-то легко с мужиком справиться. Догоняет Мороз синий нос тройку с колокольчиком. В санях богатый купец сидит, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Усмехнулся Мороз синий нос, рукавицы об рукавицу похлопал и щипнул купца за щеку. Поеживается купец, нос и щеки воротник прячет. А Мороз синий нос все сильнее пощипывает. В шубу, в шапку, в сапоги забирается, до костей купца пробирает. Купцу бы вылезти из саней, ногами потопить, руками похлопать, а он сидит в санях да в шубу кутается. Мороз и пробрал его насквозь. Позабавился Мороз красный нос, воротился в чисто поле и младшего брата поджидает. А Мороз красный нос в это время крестьянина донимает. У крестьянина-то полушубок старый, дорваный, шапка худая, рукавицы дырявые. Хотел его Мороз красный нос по дороге заморозить, а крестьянин соскочил с саней, да бегом за ними. На бегу-то не замерзнешь. Ну, думает Мороз красный нос, доберемся до места, там я тебя прохвачу. Да не тут-то было. Дровосек дерево рубит, топором машет, только щепки летят. От работы все жарче, да жарче становится. Снял он полушубок и на снег бросил, будто и нет Мороза. Рассердился Мороз красный нос, что не может с дровосеком справиться. Схватил полушубок и давай его морозить. А дровосек кончил дрова рубить и ну Мороза из полушубка поленом выколачивать. Бил, бил, колотил, колотил, еле Мороз ноги унес. Приплелся Мороз красный нос в чистое поле только к вечеру. Смотрит. А старший брат Мороз синий нос его уже дожидается. Ну что, спрашивает Мороз красный нос брата, заморозил купца? Заморозил, отвечает Мороз синий нос. А ты справился с дровосеком? Какое там, еле ноги унес, до сих пор бока болят. Покачал головой Мороз синий нос и говорит. Молод ты, брат, и глуп, поживи с мое, так узнаешь, что топор лучше шубы греет.